Здравствуйте! Нас сегодня не так много, но вероятно причина там погодные условия. Однако все, кому интересно, все в зале. Итак, давайте сегодня поговорим о таких распространенных ситуациях, как реакция агрессивности и раздражительности на фоне лечения, ну и лечения самого заболевания, и рассмотрим некоторые способы совладания. Давайте сориентируемся в терминах агрессивности. Он называется устойчивая характеристика субъекта, отражающая его предрасположенность к некоторому поведению, целью которого является причинение вреда окружающему, либо подобное эффективное состояние гнев и злость. Видите, вот прочитала это, и сразу фактор оценочности такой возник. Агрессивность – это плохо, это какое-то зло и вред окружающим. Вернемся к биологическим факторам. Биология рассматривает агрессивность как поведение, ну в данном случае животных, выражающееся также в нападении или угрозе нападения, на особи своего или же чужого вида, связанное с эмоциями страха и ярости. Тоже некоторая оценочность сразу у нас возникает с вами. Однако такая психологическая концепция, психодинамическая парадигма существует. Наверное, вы все сразу вспоминаете фамилию Фрейд. Мы рассматриваем психологию агрессивность не как некое безусловное зло, а как некоторую активность, которая действительно продуцируется вот этими яркими переживаниями чувства страха и первичными эмоциями страха. И не задаем вот эту оценочную категорию, что это, безусловно, плохо. Также и с раздражительностью. Если вы посмотрите в Википедию, то это состояние недовольства, болезненная реакция на фактор или множественные факторы раздражителей. Это может быть свойством личности, некоторым устойчивой какой-то характеристикой. Либо это может быть реактивным состоянием, то есть обусловлено, может быть и так, и так, внутренними процессами организма. А вот раздражение в психологии рассматривают без какой бы то ни было оценочности, как непроизвольный отклик на возникающий раздражитель. То есть это, в сущности, автоматическая реакция. Это некий сигнал на воздействие извне относительно моего текущего внутреннего состояния. Вот зачем нам с вами переходить из области оценочных категорий в безоценочные. Ну, для того, чтобы вспомнить, что вообще реагирование, как реакция на поступающий растражитель, это ведь функция обеспечения оптимизации жизнедеятельности организма. И человек не несет полной ответственности за свои реакции. Потому что психика, действительно, с греческого мы переводим ее как душевный, однако наука психология рассматривает ее как некий субстракт мозговой жизнедеятельности. И это свойство высокоорганизованной материи, это особая форма отражения действительности, как внешней, так и внутренней. Причем, если большинство внешних воздействий мы с вами в состоянии осознать, то есть большинство внутренних состояний, процессов внутренних мы с вами осознавать не можем, хоть и тресни. То есть психика – это, конечно, особая форма отражения субъектом нами, мною, вами, реальности бытия и мира на уровне эмоций. И это непосредственная предпосылка сознания, но мы с вами сознательны не всегда, то есть никогда не можем в полной мере контролировать свой эмоциональный ряд. Это некоторый постоянный ответ на воздействующий раздражитель. То есть, если говорить более простыми словами, психика человека не напрямую управляет формированием внешней, тем более внутренней среды, а в первую очередь отражает влияние внешней, учитывая течение внутренней среды, непроизвольно реагируя на изменения. Но есть основной такой путь нашего реагирования. Мы стремимся адаптироваться. Мы делаем это бессознательно. Например, в условиях тяжелого хронического заболевания, к которым теперь относятся онкологические заболевания, мы с вами знаем, что это обширный, разнородный класс заболеваний, который имеет множество форм и вариантов течения, эти заболевания являются системными и затрагивают так или иначе все органы и системы человека. То есть, внутренняя среда меняется под влиянием заболевания. Но и на социальном плане эти заболевания характеризуются достаточно жесткими изменениями. Я заболел, я должен лечиться. Как-то это сказывается на моей работе, как-то это сказывается на моих взаимоотношениях с окружающими меня людьми. И все это происходит в измененных внутренних условиях. Например, период лечения онкологического заболевания. Вы знаете это так же хорошо, как и я, что и хирургическое лечение, и химиотерапия, и гормонотерапия, и лучевая терапия своеобразно сказываются на всей системе организма, а значит своеобразно перегружают в нашу с вами психику. Когда я слышу, например, от родственников пациентов, нам назначили лучевую, люди, как правило, представляют себе это как принятие панадоа. Меня не разрежут, и все в порядке. Но мне это никак не скажется. Ну, конечно, скажется. Так же, как и гормонотерапия. Конечно же, сказывается на всем организме, а психика отражает эти изменения. Все мы знаем, что сопровождающимися симптомами любого лечения тяжелого хронического заболевания является этот перечень, который вы читаете на доске. Это и высокая утомляемость, и головные боли, и вот эти самые нервозность с раздражительностью, ну и все остальные факторы, которые не должны продуцировать во мне чувство вины, если я правильно к этому отношусь. По сути дела, в период лечения онкологического заболевания внешние социальные факторы становятся избыточными и для и так, и без того перегружены психического нашего ресурса. И тогда, если вы смотрели фильм «Халк», помните, славный, милый, добрый, достаточно слабый человек в минуту превышения порога раздражения превращается в такое огромное, большое зеленое чудище, которым он никак не может управлять. И, в общем-то, это хорошая иллюстрация для нашей сегодня с вами темы. То есть на защиту истощенной психики встает непроизвольная, очень быстрая и зачастую избыточная реакция, которую мы можем назвать агрессивной, и продуцируется она вот именно вот этим высоким порогом, снижением порога раздражения. То есть все, что было для меня переносимо в условиях лечения, становится для меня избыточным, как раздражатель. И нечто во мне такое самопроизвольно защищает меня от этих внешних условий моего проживания. Как это устроено на уровне вот этого самого субстракта, продукцирующего нашу психику головного мозга? У нас с вами там есть такая лимбическая система, которая включает медлевидное тело и гиппокамп, и они как раз отвечают за трансформацию вот этих эмоций первичных, страх, удовольствие, ярости. Это все разные вещи. И вообще-то обычно тормозятся на уровне префронтальной и передней поясной коры. Когда у нас с вами все благополучно, возбудитель встречает торможение, и более или менее мы с вами можем контролировать себя в тех условиях, в которых мы привыкли жить. Мы почему с вами не агрессируем открыто? Мы же знаем, что это небезопасно. Мы же знаем, что обраточка прилетит. Я сорвусь, неизвестно, как мне на это ответят, и мы с детства приучаемся каким-то образом держать себя в рамках. Так вот, иногда торможение нарушается, то есть перестают активно действовать префронтальные и передняя поясная кора головного мозга, и медлевидное тело работает совершенно без всякого встречного потока. На прежнем уровне оно работает, а торможение не включается. За это отвечают нейромедиаторы. Они регулируют вот этот процесс возбуждения и торможения. И речь прежде всего идет о серотонине, который имеет такое свойство снижаться, уровень серотонина снижается при снижении нашего с вами настроения. Понятно, что ситуация пролонгированного дистресса, то есть такого в длительном периоде устойчивого чрезвычайного эмоционального напряжения, то есть ситуация тяжелого хронического заболевания, в нашем с вами случае онкологического заболевания, безусловно, влияет на наше настроение и серотонин у нас с вами резко падает. Есть у нас с вами еще один нейромедиатор дофамин, который в данной ситуации падения серотонина может вести себя странным образом. Например, я сорвалась, накричала и продавила ситуацию, и в этот момент почувствовала глубокое удовлетворение, вроде как дофамин у меня поднялся, однако после этого серотонин падает еще немножко. Ну, еще там есть у нас окситоцин с кортизолом, но они скорее работают при особенностях личности. Если человек в принципе родился достаточно агрессивным и подпитывается это все средой, то вот окситоцин с кортизолом скорее в этой ситуации играют превалирующую роль. Чем чревато то, что мы с вами по большому счету не можем каждую минуту отслеживать? У нас с вами формируется некое вторичное состояние, такая проекция, страх страхович, который уже пугается самой собственной эмоциональной нестабильности. И вот эта фиксация на вторичном страхе уже может носить характер самостоятельного такого угнетателя. это такая часть чувства вины. Чувство вины основано скорее на страхе собственного поведения, которое отличается от того, каким я себя вижу. Я считаю, что я идеальный человек, бац, вдруг почувствовал, что не идеальный, вот пожалуй, да, вот этот страх формирует уже чувство вины. Что может нам помочь в ситуации, когда ну непроизвольно все-таки, да, наш сиротонин упал, потому что вряд ли можно так уж сильно возрадоваться самому заболеванию, тогда нам может помочь, ну, конечно, медицинская помощь, да, врач-психотерапевт, если это состояние уже длительное и устойчивое. Вот если мы с вами отмечаем непроизвольные реакции агрессии или раздражения устойчивого, да, допустим, там уже в течение трех недель надо бы присмотреться еще недельку, если это состояние отличающееся от моего обычного становится стабильным, надо уже, конечно, идти к врачу-психотерапевту и обсудить с ним вот такие устойчивые изменения, которых я не виноват, мы с вами помним, да, что они продуцируются, это симптомокомплекс моего основного заболевания. Но если мне кажется, что эти вспышки происходят не так регулярно или, допустим, они не так устойчивы в течение дня или какого-то более или менее длительного периода, то вполне допустимо не усугублять медикаментозную поддержку еще и таблетками врача-психотерапевта, а вполне себе возможно ограничиться психологической реабилитацией. В нашем случае на помощь придет медицинский психолог, ну и мы привыкли говорить, да, в этой аудитории о том, что все-таки это должен быть не просто медицинский психолог, но и медицинский психолог, который работает именно с онкологическими заболеваниями, и знает специфику этого заболевания и состояние, которое ему запутствует. Если все-таки мы принимаем решение обратиться к врачу-психотерапевту, конечно же, он должен быть в паре с лечащим врачом. Да, обязательно это должен быть врач-психотерапевт, и у нас с вами есть врачи-психотерапевты в МИДС Петрова, которые также ориентируются в пространстве онкологического заболевания. Кстати, из моих наблюдений не все врачи-психотерапевты даже берутся сопровождать онкологические заболевания именно в силу того, что боятся применять обычные для них препараты в сочетании с препаратами основными, в сочетании с основным лечением. Если все-таки мы приходим к выводу видимо самостоятельно или пришли на первичную консультацию к медицинскому психологу и принимаем решение оставаться в рамках психологической реабилитации, то тут работает общий принцип реабилитации. Чем раньше обратился, тем лучше, тем эффективнее. И этот принцип также относится и к онкологическим запаливаниям. Чем раньше, тем лучше. И тогда целью и задачей психологической реабилитации становится вот это самое снижение беспокойства и тревоги по поводу проявлений, непроизвольных проявлений на агрессии и раздражительности. И задачей становится ревизия системы отношений. По большому счету фиксация на вот этих негативных, как мы их оцениваем, изменениях это всего-навсего наше отношение к тому, что происходит. Пересмотреть его может любой здравый взрослый человек. А онкологические пациенты, как мы все с вами знаем, не меняются в своем психическом статусе. То есть вы все взрослые люди в состоянии пересмотреть свою систему отношений. И когда мы с вами уже нейтрализовали токсичность страха того, что со мной что-то не так, или я был менее агрессивным, стал более агрессивным, или вообще был ангел небесный и вдруг начал раздражаться, а мне это нельзя, меня это пугает, тогда мы можем перейти на этап формирования осознанного поведения. Мы с вами, ну не со всеми, да, в зале есть новые лица, хотя есть и люди, которых я вижу уже давно, и рады этому. Знаем, что методы психореабилитации это комплекс способов, направленных на формирование адекватных действий по управлению собственным состоянием. В современной классификации они могут разделяться на аналитические и симптоматические. Время идет, все устали, поэтому рассмотрим мы их с вами коротенечко, просто чтобы вы ориентировались в том, зачем вы можете обратиться к медицинским психологам, работающим в МИДС Петрова, да, потому что у нас в рамках реабилитации эта помощь достаточно шелоко представлена. Ну, в аналитический метод входит вот такой алгоритм. Человек признает правомощность ситуации, то есть признает правомощность некоторых избыточных проявлений агрессии и раздражения, коли уж у нас с вами сегодня об этом идет речь. Ну, в общем-то, сказать не значит прочувствовать, да, есть система взаимоотношений со специалистом, которая помогает пересмотреть ситуацию, да, своего заболевания и отношения к нему. После того, как мы договорились, что да, я имею право на некоторые срывы, на некоторую повышенную реакцию, да, я точно знаю, что это обусловлено тем, что происходит с моим организмом и не подлежит моему жесткому контролю, то есть я в этом не виноват, я научаюсь с этим что-то делать. В первую очередь всегда, конечно, отреагирование на данном слайде оно обозначено словом утилизировать. Если во мне нарастает напряжение эмоциональное и сверхсильное, я должен научиться его утилизировать, каким-то образом его разряжать. С той поправкой, что делать, я это научусь в безопасном месте и в безопасное время. Ну, не только, может быть, для того, чтобы поберечь любимых окружающих, но прежде всего для того, чтобы самому не испытывать страх от того, что мне накажутся за такое поведение и чувство вины за то, что я стал плохой. Да? После того, как мы избавляемся от этой сверхсильной эмоциональной нагрузки, научаемся избавляться, потому что она же нарастает снова и снова. То есть, я научаюсь так или иначе с этим взаимодействовать по своему вкусу. Может быть, кому-то хочется кричать в каком-то определенном месте. Я знаю кучу народу, которым кричать ни разу не получается. Хоть ты в лес его заведи, хоть в поле. Значит, у кого-то, у каждого из вас, у меня и у вас есть какие-то свои любимые способы утилизации негативного переживания. Свой ритм, свой темп, свои привычки. Всю эту индивидуальную историю, помогающую нам разрядиться, можно самому каким-то образом себе подобрать, а можно сделать это под наблюдением специалиста. После того, как мы научили защищать внутреннее, зачищать внутреннее пространство, мы, как правило, научаемся так планировать свою жизнь, чтобы с меньшей степенью быть подвержены факторам, раздражителям. А мы просто с вами находим триггеры и знаем, как нам избежать встречи с этим запуском. Ну и как мы будем жить для того, чтобы и другим не повредить, и себе облегчение принести. Ну и после того, как мы научились все это делать, мы научаемся себя баловать и поощрять, потому что взрослые люди, особенно женщины, отучаются относиться к себе снисходительно и с принятием. И очень много времени, например, в моей практике уходит на то, чтобы себя заново этому научить. Еще одним аналитическим методом является, как ни странно, работа с чувствами. Ну, потому что мы анализируем с вами, что же такое мои чувства. Люди очень слабо дифференцируют собственные чувства, особенно в нашей с вами среде. И мы очень любим оценивать наши чувства, пугаться их, называть их негативными, плохими или называть их хорошими. Хорошими игнорируем, плохих мы страшно пугаемся и это может усугублять нашу подавленность. Ну, во-первых, нету плохих и хороших чувств у тех чувств, которые мы, может быть, табуируем. Ну, у нас всегда есть для этого причины. Вот их распознавать мы с вами и можем. После того, как мы научились дифференцировать наши чувства, мы научаемся с ними взаимодействовать. Знаете, иной раз сказать человеку, я сейчас очень злюсь, это сразу на 50% понизить уровень своего раздражения на ситуацию. если я не могу этого сказать, но бывает, что взрослые люди так и не могут научиться вербализовать свое напряжение. Можно его просто записать. Можно завести себе блокнот и писать мне все, что на душу Бог положит. По-разному бывает. Кто-то матом себе там строчит. Ну, и учимся все-таки отреагировать вербально и невербально с целью выравнивания эмоционального напряжения, но еще и улучшения взаимоотношений со своими близкими. Мы ведь очень многое умалчиваем. Вообще-то у нас уровень доверия друг к другу по наблюдениям очень низкий. Мы все время утаиваем друг от друга какие-то очень простые вещи, накапливаем их, они становятся сложными, тяжелыми, и потом прорываются наружу без всякого нашего контроля. Вот это все можно научиться дозировать и вовремя размещать без всякой угрозы себе или окружающим. Аналитическим методом является нарративный метод, метод рассуждения, тогда, когда мы в трех плоскостях, в трех категориях, в категории время, в категории я сам и в категории окружающий меня мир рассуждаем. Стоит только разница, что рассуждать лучше, конечно, с человеком, который обучен рассуждать нейтрально и который научит этому вас, потому что чаще всего рассуждения сводятся к самобичеванию, к самобвинению, ну и иногда к обвинению других. Это все кажется очень просто, по большому счету это достаточно просто и есть, но не всегда все могут освоить это самостоятельно. Если говорить о времени, то мы чаще всего ориентируемся на прошлое и со страхом смотрим будущее и мало верим собственные силы. В процессе рассуждения и пересмотра мы научаемся находиться здесь и сейчас. Еще мы очень любим сравнивать себя и других и чаще всего нам кажется, что у всех кайфово, у них вообще по-другому, у них семья прекрасная, они вообще ужасно здоровы и страшно этим довольны. Ну, научаемся избавиться от этого деструктивного или дефицитарного сравнения и сосредоточиться на себе и своих преимуществах. Вот недалеко вчера у меня была беседа с женщиной, которая производит впечатление человека очень состоявшегося, однако она заболела и это вот событие в ее жизни заставляет ее обесценивать все, что в ее жизни было. И она страдает очень сильно. И вот в ходе беседы, ну, направленной, конечно, беседы, я же не просто с ней разговариваю, как с соседкой на кухне, я же делаю что-то, да, это моя профессия. В общем, достаточно быстро удается людям в ситуации тяжелого хронического заболевания и особенно онкологического заболевания достаточно быстро удается пересмотреть в нужном русле и в том числе и пересоотнести и смыслы своей жизни и аспекты своего заболевания и перспективы своей жизни. А, собственно, от этого качество жизни в основном и зависит от того, как я отношусь к тому, что со мной происходит. От этого я могу либо адаптироваться, либо дезадаптироваться. Ну, что касается мира, то в ходе наших бесед мы учимся распознавать паттерны, которые мешают нам жить в мире с собой, с окружающими. Может быть, жить в мире со своими врачами, которые не всегда соответствуют нашим высоким идеалам. У нас же высокие идеалы. Собственно, они не должны им соответствовать, но мы страдаем от того, что они им не соответствуют. Ну, и, конечно же, семья – это вечная область конфронтации. Очень много всегда вылезает семейных проблем на уровне именно заболеваний. Заболевание в данном случае как запускающий фактор актуализирует все проблемы, которые накопились в течение жизни. Особенностью онкологических пациентов является их очень высокий темп преобразования внутреннего. Вот эта чрезмерная длительная нагрузка дает вам возможность очень быстро личностно вырасти. Не все заболевания этим характерны. А вот онкологическое заболевание как раз дает такой бурный толчок к развитию. Некоторые спонтанно с этим сами справляются. Если кто-то чувствует, что он не вполне с этим справляется, если есть ощущение недовольства или низкого качества жизни, ничего зазорного в том, чтобы обратиться к специалисту, нет. Это не значит, что я как-то не состоялся в этой жизни. Нет. Можно улучшить жизнь, даже если ты человек с тяжелым хроническим заболеванием. Про симптоматические методы мы разговариваем на школе очень часто. Может быть, кто-то вспомнит. Наверняка все это знают. Я лично знаю, но применяю крайне редко. часто применяю только то, чему учу других. Вот если другого учишь, сам тоже научаешься. Это, конечно, речь идет о работе с телом. Управление дыханием, управление мышцами и более сложные категории самовнушения. у нас теперь есть врачи ЛФК. И они, я думаю, очень могут быть вам полезны в первых двух пунктах, потому что там по большому счету минимальный уровень должен быть с осознанностью. А вот самовнушение работает только при условии, если вы уже сбросили пар. Потому что сколько себя не убеждай, если напряжение высокое, ты будешь чувствовать, что ты сам себя дуришь. И сопротивление аффирмации повысится. Если кто-то решил справляться самостоятельно, то, пожалуйста, обратите внимание на этот список. Да, способы саморегуляции, способы совладания. Уже говорила и повторяю еще раз, да, что первым делом нам нужно снять напряжение. Кому как удобнее. Кто-то пишет, кто-то рвет бумажку, спускает ее в унитаз, кто-то бьет подушку, кто-то кричит, кто-то плачет. Не ждите, пока эти все состояния одолеют вас спонтанно. Если раздражение копится, я могу дать сбой в самом непонятном мне месте, там, где я совершенно не планировала разрыдаться или прокричаться. Если я умею провоцировать эти состояния в безопасное время, в безопасном месте, то я спонтанную разрядку могу взять под контроль. То есть, скорее всего, крик, плач. и стон не настигнет меня там, где мне бы не хотелось. Очень важно баловать себя, активировать все свои чувственные наслаждения. Часто реактивная агрессия хорошо гасится объятиями. Если у вас есть доверенное лицо, которому вы можете рассказать, что это просто один из методов собладания, и он не откажет вам в своем участии, договоритесь с ним, что вам ужасно нужно обниматься. И обнимайтесь. Надеюсь, что такие люди у вас есть. Но точно совершенно на групповой работе очень часто люди заканчивают займенными обнимашками. Это действительно очень разряжает и поддерживает. Какие-то элементарные вещи. Вкусное пирожное, любимое занятие, теплый плед, ресурсное место, где я действительно знаю, я смогу отдохнуть. Я его могу себе представить, могу просто может быть оказаться там, потому что я на кухне люблю сидеть вечером. и щелкать пультом телевизора. Я просто должен все это знать про себя. И тогда я могу так спланировать свой день, чтобы отдыхать, эмоционально разряжаться больше, не накапливая то, что в дальнейшем выльется в приступ агрессии или длительное удерживаемое раздражение, которое сорвется агрессией. Очень полезно ходить на школу пациентов. Люди, которые не знают, что их много, думают, что их заболевание уникальное, от этого страдают дополнительно. Те, кто видит в сообществе, что это такое массовое поражение и делятся друг с другом способами совладания и преодоления этой ситуации, проживания в этой ситуации, потому что ее не всегда можно преодолеть, в общем-то, больше защищены от приступов агрессии и раздражения. Очень полезна ритуализация некоторая. Вы сами наверное знаете, что как только заболеешь, сразу в церковь побежал. Так вроде не ходил, а тут вроде сходил, везде свечки поставил. Это совершенно не случайно. Вот все доступные мне ритуалы тоже могут облегчить мое состояние. Религия, так религия, какие-то семейные традиции. Режим дня тоже уже помогает снять избыточное эмоциональное напряжение. Ну и конечно посильная стабильная физическая активность в сочетании с прогулкой делают совершенно волшебные вещи. И тут мне снова хочется вас отправить к нашим врачам ЛФК. Потому что мы все дотренированы и мы всем пытаемся рвать с места. И мы все ужасно пугаемся того, что не получается. Грамотная нагрузка с учетом заболевания под взглядом специалиста это просто и это очень доступно. завершусь этим постулатом, что качество жизни может быть достаточно хорошим и оно повышается, когда мы сокращаем разрыв между теми идеалами, которые у всех у нас в голове присутствуют и теми возможностями, которые у нас есть в настоящее время. Наши идеалы зачастую блокируют осознавание наших реальных возможностей и мы страдаем. А это можно и отбежать. скорректировать наши ожидания это совершенно доступная история. Ну и закончим на том, что качество моей жизни в моих руках. Все в ваших руках. Обращайтесь. в моих в моих ах. моих ах. В моих ах. Продолжение следует...